Первостепенное внимание к очистке дорог и тротуаров от наледи. С этой темы начался штаб по комплексам развития региона. В областном центре удалось удвоить количество уборочной техники. Мы видим о том, что ситуация резко улучшилась. И по центральным магистралям, и по второстепенным магистралям. Тротуары в конце концов очистились, и сейчас обильно убирается все, что связано с таким обледенением. И вместе с тем у нас еще много вопросов и по частному сектору, и по подходам к социальным объектам. Губернатор также поручил обратить внимание на дороги в сельской местности. В ряде районов, таких как Инзинский, Корцунский, Павловский, Ульяновский, Чердоклинский, дела обстоят хуже, чем в других муниципалитетах. Тогда как Меликесский, Новоспасский, Чердоклинский район находятся в лидерах. Последним данным, когда все это замерзло, проделана была работа, и порядка 83% от общего количества территории убрали. Министр отметил, что сейчас главная задача заключается в посыпке тротуаров пескосоляной смесью. Не до конца решен вопрос по уборке кровель. Количество чистых крыш составляет 68%. В ближайшие три дня рекомендовано сосредоточиться на уборке сосулек. Откалывание глыб льда с крыш может повредить кровлю. Продолжается борьба с коронавирусом и массовой вакцинацией жителей области. Почти 50 регионов Российской Федерации имеют темпы прироста за сутки больше, чем в Ульяновской области. Но если даже мы посмотрим на наши таблицы, которые оперативный штаб готовит, то мы увидим с вами, что динамика прироста заболевших у нас ниже, чем в приростном федеральном округе и в Российской Федерации. Лучше, чем в округе и стране, в регионе охват тестами наличия свободного коечного фонда. Однако есть поводы для серьезного волнения. В 10 муниципальных образованиях, включая Димитровград и Новый Ульяновск, прироста заболеваемости выше среднеобластного. Бороться с этими проблемами будут точечно. Губернатор не исключил ужесточение ограничительных мер в трудных муниципалитетах. В пятницу мы начали массовую прививочную кампанию. И за эту массовую прививочную кампанию уже Светлана Николаевна доложила, что первый день мы привили 800 человек, второй день мы привили 812. Сейчас мы меняем тактику и принимаем, что все-таки тысячу вакцинированных в день. Центры вакцинации научились разводить потоки. Тех, кто идет на первую прививку и тех, кто на вторую. Это позволило увеличить пропускную способность медицинских учреждений. Всего же на 7 февраля привито 7776 человек. Причем 1149 человек получили уже второй комплект вакцины. Одновременно с массовой вакцинацией усиливаются профилактические меры. В частности, в образовательных учреждениях. Мы температуру меряем теперь два раза. Это обязательное условие. Первый раз, когда дети заходят в школу, потому что мы не в июне месяце. Сейчас холодно. И понятно, сразу температуру честную, правдивую термометр не покажет. Работающий не покажет. А далее, к концу первого урока, мы проводим второй замер температуры. Вот здесь температура уже будет реальная. Пандемия коронавируса негативно отразилась на областной экономике. Подведены итоги 2020 года. Промышленность показала спад в начале года, но к концу года почти выправилась до 100%. Удалось снизить безработицу и инфляцию. Отличные показатели продемонстрировал аграрный сектор. Прирост отмечен в строительной отрасли. Не красиво так говорить, да, там, у других хуже, да. Но получается, наверное, какие-то решения, которые мы предприняли, они не допустили такого снижения, которое есть в других субъектах Российской Федерации. Еще раз повторяю, мы, значит, сегодня по уровню и темпу развития на втором месте в Приволженном Федеральном области. Положительная динамика уже замечена по итогам первого месяца года. Поступление в консолидированный бюджет на 190 миллионов рублей превысили в январе поступление за аналогичный период прошлого года. Это очень хорошая цифра. На сегодня мы считаем, если мы разложим, с чего сложились эти поступления, то, несомненно, у нас, конечно, идет рост налогов. Нашего традиционного налога – это акцизы, в том числе акцизы на пиво. Здесь мы наблюдаем положительную динамику почти 100 миллионов рублей. Кроме того, была получена дополнительная помощь из федерального бюджета. Это на 350 миллионов больше мы получили, чем в прошлом году. Что касается расходов, то бюджет продолжает сохранять свою социальную направленность. Так, 90% трат направлены на эти нужды. Егор Титов, Артем Куранов, Новости Улправда ТВ.